Лас-Вегас США 37-летний филиппинец Мэнни Пакьяо вернулся на чемпионскую вершину, отвоевав титул WBO в полусредневесии у американца Джесси Варгаса. После равного бедного на события первого раунда в начале второго Пакьяо отправил Варгаса в нокдаун коротким левым прямым навстречу. Тем не менее, в следующих нескольких раундах именно Варгас задавал тон бою и чаще отмечался заметными результативными действиями в атаке, пользуясь непривычной пассивностью филиппинца. Мэнни стал скиднее включаться в работу, начиная со второй половины боя, и картина происходящего сразу изменилась в его сторону. Джесси продолжал боксировать на встречных курсах, но в большинстве эпизодов уже не поспевал за Мэнни и уступал ему как в количестве, так и в качестве попаданий. Нокдауна в Польше зафиксировано не было, и судьи единогласно, хоть и с различным отрывом отдали победу Пакьяо. Портал ringsidereport.com поделился мнением о возможном переходе казахстанского боксера Геннадия Головкина в более тяжелую весовую категорию. Все просят Головкина подняться в 175 фунтов. Особенно лицемерно это звучит от Роя Джонса, который в этом весе дрался с 41-летним Майком Маккалумом, бывшим чемпионом в 154 фунтах. Он просит Головкина встретиться с Ковалевым, возможно, сильнейшим боксером в этом весе. На самом деле, у 3G есть несколько незавершенных дел в его дивизионе – провести бой с Джейкобсом и Канелло. Да, и Марвин Хаглер в свое время доказал, что необязательно подниматься в весе, чтобы стать звездой бокса, пишет издание. Субтитры создавал DimaTorzok